Я заметил, что 2-3-5 минут пения мантры, оно очень сильно выравнивает состояние, становится очень хорошо, как-то спокойно, расширение ауры идет, успокоение эмоционального плана. Это как ключ, которым тебе помогают открыть определенную дверь, и оттуда из хранилища света приходит большое количество света и распространяется для всех живых существ. Вообще, через звук я много раз погружал людей, то есть буквально за 3-5 минут, погружал в очень серьезные измененные состояния сознания. Здесь, как пел Виктор Цо, очень хорошо, 2000 лет война, война без особых причин. Сюда как раз на эту землю попадает тот класс существ, которые, видимо, самостоятельно сами развиваться им тяжеловато, и вот им нужны трудности. Как ты относишься к Моргенштерну? К Моргенштерну? Привет! Мы снова находимся в центре острова Бали. Меня зовут Артем Харитонов, и это канал Тайны Жизни. Сегодня мы приехали в парк Убуд. Это целый маленький город в середине Убуда, в котором собственные магазины, тренажерные залы, бани, сауны, кафе, рестораны, живые выступления. И по истечению обстоятельств здесь очень много русских людей. И сегодня создатели этого замечательного пространства любезно предоставили нам место, в котором мы снимем интервью со Стасом Казаковым. Пойдемте посмотрим своими глазами. Сегодня я хочу с тобой поговорить про музыку и связь музыки и духовного пути. Ты музыкант, ты играешь. Я был у тебя дома, видел, на каком количестве инструментов ты используешь. Собираешься строить храм музыки? Собираюсь. Что для тебя музыка? Музыка это для меня самый, наверное, прямой путь к божественному, то есть к постижению божественных состояний. Музыка для меня это активация тонких тел, это соединение с душой, это пробуждение чего-то такого трепетного, тонкого, красивого, живущего в каждом из нас. И часто за повседневной суетой мы не можем это распознать, увидеть. И вот для меня музыка — это то, что исцеляет, то, что напоминает нам о нашей природе, о нашей космической природе, о том, что мы духовные существа, получающие физический опыт, а не физические существа, получающие опыт духовный. То, что приводит к духу, соединяет, то, что помогает слиться. Ты так красиво описал это сейчас, а на каком этапе жизни ты увидел музыку вот с этой стороны? Это было, когда я попал на семинар по кундалини-йоге. И у нас была садхана. Садхана — это утренняя практика, которая в 5 или в 4.30 начинается. Вот. Двухчасовая практика. И где-то около часа в конце этой практики бывает, что такое пение коллективное идет в мантр. Вот. И мы в очень смешной позе, то есть сидя на одной пятке, вторая нога была выставлена вперед, вот, в такой очень необычной позе, в которой трудно уйти в транс, потому что нужно держать равновесие. Вот. И мы пели мантру в 21 минуту. И вот тогда мне очень как-то в какой-то момент, там на 15-й примерно минуте, плюс-минус, я почувствовал очень сильное какое-то состояние такого расширения, одухотворенности. У меня полились слезы, у меня начался такой катарсис очищения сердечного центра. И потом несколько дней я вот находился в таком очень возвышенном состоянии. И тогда впервые я почувствовал силу именно духовной музыки, потому что мантра – это такая духовная музыка. Вот. До этого я тоже занимался, увлекался музыкой. Ну, просто какие-то песни нравились, какие-то на гитаре подбирал, что-то там сочинял немножечко совсем. А за сколько лет началось это? Начал я с 15 лет играть на гитаре. Мне понравилась очень одна песня. Такой был Крылов, такой пухленький, резвый такой солист. Вот. И он пел такую песенку. Дева-дева-дева-девочка моя, если бы ты знала, как люблю тебя, слышал такую песню, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Мне вот эта песенка понравилась. Вот. Я существовал с детства, было любвеобильное. Вот. И я подошел к отцу, говорю, пап, можешь мне показать аккорды? У меня тогда, не у меня, но у нас была гитара шестиструнная, там, ленинградская, на которой было очень сложно вообще что-то там сыграть, зажать. Она там плохо строила. Но, тем не менее, каким-то невероятным чудом, через большие мозоли и боль на пальцах, я смог как-то освоить. А отец музыкант у тебя? У меня мама с папой познакомились в музыкальном училище. Вот. Фортепьяно. Здесь музыка плотно связана с этим. Отец играл вообще божественно. Фортепьяно. У него был абсолютный слух, он настраивал инструменты музыкальные. Мама была педагогом в музыкальной школе, в садике в детском. Бабушка директор музыкальной школы. А твоя жизнь, она вот шла в направлении музыки? Вообще никак. То есть никакого образования музыкального, ничего. То есть меня как-то это миновало. То есть из-за того, что родители прошли вот это музыкальное образование, в котором очень много носили, очень много такого узкого формата, где заставляют вот какое-то одно что-то учить, достаточно сложное, плюс там сальфеджи, плюс то да сё. То есть у многих людей, с которыми я до сих пор сейчас взаимодействую, они говорят, что мне очень повезло, что я не получил классическое музыкальное образование. Потому что это очень сильное форматирование, и потом очень трудно импровизировать. Потому что когда человек привыкает играть с листа, и там как бы отбивают вот это вот желание креативности, искать, пробовать, ошибиться. То есть вот. И в общем меня как-то вот до 15 лет никакого... У нас не было даже фортепьяно дома, я помню. А у бабушки было, но мы туда в гости или ездили в другой город, не так часто. То есть дома музыки особо не было. Единственное, что... При том, что родитель музыкант. Да. Да. Вот отец был, ну, на шахте работал, то есть тоже далеко от музыки занесло, так скажем, после того, как он закончил училище. Мать преподавала в музыкальном школе, в садике, но дома этого как бы не было. Мы тогда жили вообще в двухкомнатной квартире, бабушка и дедушка в одной комнате, и я, мама, папа и сестра вчетвером в другой комнате. Там просто не было места для пяти дней. Ну вот ты стартанул, то есть в 15 лет? В 15 я стартанул, да, потом какие-то начались дворовые песни, там солдатские, там петлюра, там еще что-то, какие-то такие вот блатные какие-то истории, там, ты был северный Кавказ, я там вырос. Вот. И, грубо говоря, лет до 30 потом. Потом это как-то все подутихло, началась там учеба, институт, и я уже так особо, очень редко там где-то кастратом играл на гитарке, и особо так эта музыка не была активирована. А потом она снова вернулась, да? Да, лет вот в 30, когда началась йога, начались практики активные, то есть я вообще начал чувствовать звук по-другому. То есть раньше для меня звук был, это то, что я слышал ушами, а занимаясь цигун, занимаясь развитие сенсорики, я начал чувствовать звук энергоцентрами своими психическими, я начал чувствовать, как он влияет. Я начал выделять среди всех звуков целительные звуки. Допустим, есть африканский барабан джембо, он так и переводится, как инструмент для исцеления. А второй его перевод это как барабан. То есть это средство для общения на большие расстояния между деревнями, определенные коды, ритмы, сигналы. То есть я в какой-то момент вот где-то к 30 годам меня музыка заинтересовала именно в сакральном таком контексте, в сакральном смысле. И вот после пения вот этих мантр я начал дома подбирать, потому что почти все мантры они тоже там на 3-5 аккордах играются, там достаточно сложное, простое такое, несложное повторение. и оно по кругу поется. И я стал дома просто подбирать, петь, заметил, что, ну, бывают же всякие в жизни, там, перепады, настроение, там, и то, и это. Я заметил, что 2-3-5 минут пения мантры, оно очень сильно выравнивает состояние, становится очень хорошо, так как-то спокойно, расширение ауры идет, успокоение эмоционального плана. И как-то вообще даже из какого-то такого, ну, с какой-то ямы можно выбраться за счет того, что... А вот ты говоришь, джембо – целительский инструмент. А что в твоем понимании целительский инструмент? Джембо – африканский барабан, он очень хорошо влияет на нижние чакры, на, так скажем, Муладхарус, Ватхистану и Манипуру, ну, есть на низ живота, если так по-русски. А физически это как-то... То есть физически это включает активность движения. То есть человек, слушающий ритм, он начинает непроизвольно танцевать, да, начинает двигать попой, там, еще чем-то. Вот, это включает двигательную активность, потому что очень много людей, им не хватает движения, особенно сейчас, машина, транспорт, мало ходьбы, мало движения, поэтому обязательно нужно двигаться, танцевать. То есть про целительство – это не про извлечение от болезни? Ну, это все в комплексе, потому что если брать какую-то ритмическую музыку, она помогает включить тело, запустить гормональную систему. Гормональная система запускается, начинает, там, убивать патогенные клетки, да, в организме. Вот, начинает запускать гормональную систему, человеку хочется жить, двигаться, действовать, любить. Лучше влияет на себя и на окружающее пространство. То есть оно как бы все связано. Вот, то есть есть музыкальная терапия, есть, допустим, тоже холотропное дыхание, да, которое очень тоже популярно, известно во многих кругах. Оно тоже обязательно должно происходить в контексте правильной музыкальной подборки. То есть... Кто способен определить правильность? Как ты это делаешь? Интуитивно? Да, это, это безусловно, интуитивно. Это интенсивно. Это можно разложить по научному, по частотам, в принципе, можно, потому что там определенные частоты, чем они выше по уровню, то есть, грубо говоря, басовые такие звуки, они вот больше на низ влияют тело, да? То есть там что-то уже скрипка, гитара, виолончель, это уже чувство, эмоции, это сердце. А тибетские чаши? А тибетские чаши это вот уже вверх, то есть, когда ты ее слышишь, прям звук в макушку ходит, собирает внимание и туда работает. То есть повышение вот этого в более такой писклявый, спектр, более тонкий, более звенящий, пронзающий этого-то верха, то есть вниз это. И главное еще, чтобы звук был гармоничный, потому что бывает звук деструктивный, рвущий, разрывающий, а бывает звук собирающий, настраивающий, бывает звук, ну, очень по-разному, вот это вот творчество, да, надо собрать. Давай к опыту к твоему вернемся, вообще музыкальному, вот с 15 лет, знаешь, у многих людей, так как ты не получал музыкального образования, да, и по сути официально не музыкант, раз не получал, есть страх в проявлении. А сколько у тебя альбомов сейчас? У меня всего один альбом пока, ну, вот сейчас, сколько? Ну, есть еще, дополнительные свои треки, такие изданные, синглы. Ну, ты говорил, ты сейчас второй, да, собираешься? Ну, вот сейчас второй, еще материал, еще на два альбома сейчас материал, я сейчас сразу... Какой у тебя был первый момент, когда тебе нужно было проявиться как музыкант? Где это было? Где у тебя появился слушать? Ну, вот я помню самый первый вот такой момент преодоления именно страха, это мы с другом ехали в электричке в тамбуре, просто вдвоем, и в тамбуре я пел какую-то песню, никого не было, я и друг, вот, никаких проблем. И тут почти уже закончилась песня, я ее пою, она какая-то такая трогательная была, вот, и тут начинает выходить люди, и вот один человек выходит, и у меня как бы раз там начало вот это потряхивать, что вот, как бы, незнакомый человек, потом второе, третье, я думаю, ну, надо допеть уже, и я допел эту песню, и мне кто-то там денег дал, что-то такое, у меня какое-то положительное подкрепление произошло, вот, ну, они там сказали, похлопали, типа, классно, давай, продолжай там, вот, и как-то вот у меня первый раз, наверное, было преодоление страха, кругу говоря, публичного выступления, потом это периодически возникало на сцене, на концертах, потом у нас уже появилась группа музыкальная, мы уже начали выступать в разных местах, давать регулярные концерты, то есть до пяти человек было в группе, группа Spirits, вот, и иногда это бывает, особенно, когда какая-то новая аудитория, которая тебя совсем не знает, потому что ты, когда выходишь, ты же тоже чувствуешь людей, они как-то на тебя настраиваются, у них какое-то к тебе отношение, то есть те люди, которые тебя уже знают, с ними как-то уже легко, комфортно, те, которые не знают, они там, либо что-то ожидают, это чувствуется, то есть, и вот, я вообще привык работать с полями, с людьми, и вот через музыку выравнивается очень быстро, то есть одна-две композиции, и все, раз, штиль, и все уже настроились на что-то другое, уже внимание, как бы, внутри, уже идет тонкая работа, собирание, переформатирование, это очень приятно наблюдать. Вот эти вот аплодисменты и деньги, которые тебе дали, это укрепило вот веру в то, что вот я могу так проявлять? Ну да, это такое, как вот, как вот собака Павлова, да, получила такую социальную доказательность, да, кусочек мяса, там, да, вот, и положительная мотивация, подкрепление, это очень хорошо, это классно, когда мы получаем от вселенной отклик, вот, когда мы что-то делаем, нам вселенная, говорит, ну, типа, там, не очень, да, вот, и, кстати, у многих проблем, вот, ко мне люди приходили, приходят, вот, и говорят, нам в детстве сказали, что, типа, лучше нам не петь, я начинаю работать с людьми, оказывается, что там такое голосище, такие вообще скрытые ресурсы, вот это все неправда, что слух не развивается, что там медведь на ухо наступил, это полная, вообще чушь. Каждый может быть музыкантом? Каждый может как-то, себя в этом обнаружить, найти, по крайней мере, может быть, не стать профессионалом, но как-то вот. То есть это навык? Да, это навык, это тренируется, развивается, у кого-то, конечно, слабовато, у кого-то получше. Я когда-то, я когда впервые услышал вот этот джембо-барабан, вживую именно, я шел в Москве по Болотной площади и увидел, как просто сидит парнишка, уже вечером темно было и играет один, никого нету. И звук вот этот, он настолько сильно в меня входит, у меня вот это все вот вибрирует внизу, мне так вот как-то приятно от этого звука стало. Бывает, что неприятные вибрации, ты чего-то чувствуешь, что какой-то, тебя сжимает. А тут наоборот, какое-то еще вот это вот желание, чтобы это насытило центры, потому что наши центры должны питаться, и вот музыка может их напитать очень круто. Вот, и я так впечатлен был, мне так понравилось, как он играет, я к нему подошел, мы с ним разговорились, и я говорю, слушай, мне так нравится, можешь меня научить? Он говорит, да, без проблем. Мы с ним начали заниматься, и потом, буквально через уже там 10 дней, я ему предложил открыть барабанную школу, он говорит, а как? Я говорю, да просто ты будешь учить, и я все организую. Вот у меня такие еще организаторские способности были, есть, наверное. И вот мы организовали школу, набрали учеников, но он такой парень творческий, и он начал опаздывать на занятия, на свои собственные, ну, люди ждут, сидят, вот, мне неудобно, вот. А у меня тогда случай случился, я выхожу из дома, смотрю, у меня машина, это пробито, ну, это, крыло, попоцанное, зеленая краска, вот. Я пошел искать, нашел, вот, оставил ему записочку, он мне позвонил, говорит, там, извини, я говорю, ты хотя бы это, как-то сам бы написал, там, что-то это, что, вот, такое-то, такое-то там, вот. В общем, мы с ним встретились, я говорю, давай оформлять там, он говорит, у меня страховки нету, он говорит, давайте денег дам, я поехал, узнал, сколько это стоит, там, дверь, крыло, в общем, это было 15, там, с чем-то тысяч, я ему говорю, вот, столько-то денег, он мне отдал эти деньги, я вместо того, чтобы отремонтировать машину, купил три барабана, мне денег-то особо не было, я купил три африканских барабана, вот, у одного африканца, там, нашел его, там, долго искал, и вот так мы открыли барабанную школу, то есть, машину я, по-моему, эту так и не отремонтировал, вот, и, в общем, вот так вот оно пошло, пошло, и из-за того, что он стал опаздывать на занятия, мне пришлось обучать людей, мне пришлось очень быстро учиться, и уже через 2-3 месяца я уже самообучал людей, потому что, ну, в принципе, навыки быстро эти развиваются, было бы желание. Слушай, а вот этот вот момент, когда ты говоришь, что почувствовал, увидел парня на болотном, почувствовал это приятное ощущение, а ты уже тогда занимался духовными практиками? Да, я уже тогда занимался цигун, активно уже, у меня уже были ученики, и тогда уже я вел мантры вечеринки, то есть, когда я увидел, что мантры, таким какие-то волшебные цигунки. Это какой год? Так, это у меня где-то был, где-то, наверное, 2005-2007, вот где-то вот в этом районе год, в Москве мантры вечеринки. в Москве, то есть, там вообще очень все забавно получилось, я стал часто ходить на эту болотную площадь, потому что там место, где собирались периодически, там музыканты, там гитаристы, барабанщики какие-то, там вот, и там были какие-то джемы, единственное место в Москве, где вот, часто вот происходили, особенно там по пятницам, может быть, даже и сейчас до сих пор, сейчас, наверное, там холодно, но летом там прям нормально, вообще классно, вот, и там зеленое, так было красиво, вот я стал туда ходить и приходить туда с гитаркой и начал петь мантры, я просто садился на траве, там где-то вот в стороночке, там не на людях даже, просто пел мантры, потому что мне нравилось петь мантры, я через это очень глубоко погружался в медитацию, у меня были прям откровения иногда, такие очень интересные, озарения. На Болотной площади в Москве пел мантру в кустах. Ну, не в кустах, ну, вот так вот, на травке, на газончике где-то отдельно, да, рядом с кустами, то есть в кусты не прятался, вот, иначе подходить к людям, а что ты делаешь, я говорю, да вот пою мантры, они говорят, а можно мы послушаем, я говорю, можно, потом кто-то подпевать начал, потом появился чайный мастер, с горелкой, с газовой, там чик, чаечек, и вот так раз-раз-раз, и это все через несколько месяцев выросло в том, что мы стали регулярно встречаться, и уже начало 20-30 человек приходить, и мы уже распечатали эти мантры, все уже начали петь. Это вот там прямо на площади, да? Да, 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 это органически как-то само родилось в проект, потом мы с площади переехали в Коломенский парк, потому что я там жил, мне неохота уже было туда ехать, вот, ну, ну, я там и люблю очень Коломенский парк, это мое самое любимое место в Москве, потрясающее, просто огромнейшее место с 500-летними дубами, там, в общем, очень много приятных воспоминаний, вот, и мы там пели, 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 убирали, собирались, там никаких денег, это просто вот как-то была такая душевная компания, общение, творчество, потом стало холодно, и закончилась тусовка, а люди пишут, просят, мы хотим, мы хотим, давайте это так классно, душевно, вот, и в какой-то момент нас позвали в йога-клуб, вот, говорю, давайте у нас, вот, и в йога-клубе началось это вот все, в какой-то момент они нам сказали, что надо что-то оплатить, про пространство, мы начали собирать донейшн, вот, половина шло донейшн к клубу, потом половина уже мне, и у меня так появилась новая работа постепенно, потому что в то время я не работал вообще. А на что ты жил? Я жил на то, что осталось с прошлого бизнеса, до этого занимался бизнесом на рынке, на черкизовском, точки продажи косметики, оптом, региона, отправка, то есть, такая, достаточно работа была тяжелая, на износ, с 6 утра до 6 вечера, вот, ну, это такая закалка, дисциплина очень мощная. То есть, ты с этого, с работы с этой ушел и просто пошел играть на гитаре мантры? да, я несколько лет, я не работал, у меня был ресурс, вот, я закончил бизнес, потому что в какой-то момент я понял, что я больше не могу этим заниматься, просто, ну, просто отвратительно, не хочется, и все. Вот, и я ушел, да, пошел искать себя, искать, для чего я, потому что моя душа сказала, что ты не для этого, ты для чего-то другого, то есть, просто, ты такую вещь интересную сказал, что всегда происходит отклик от пространства, если ты занимаешься тем делом, к которому ты предрасположен, к которому тебе стоит проявиться, да, и вот на своем примере, то, что ты играл музыку, и вокруг тебя само начало образовываться комьюнити. да, да. То есть, просто начинаешь совершать действия, смотришь, что из этого получается? Из этого получилось, что это переросло в проект, а потом я встретил гениального гитариста, который играл со звездами разными, вот, и ему понравилось, как я пою, а мне очень понравилось, как он играет, а я играл очень просто, примитивно, там, от души, как говорится, вот, и он пару раз пришел на мантра вечеринки, подыграл, вот, а потом говорит, слушай, ну, это, говорит, не серьезно, во-первых, говорит, я вот слышу твой голос, и без микрофона ты не можешь его раскрыть, тебя плохо слышно, и если кто-то начинает фальшивить, вот, в этой компании, да, там, людей, то, а мне приходилось иногда прям очень громко петь, надрываться, вот, и вот он меня как-то познакомил с микрофоном, вообще, со студийной работой, и мы начали уже со звуком, подключаться, и уже, то есть уже появилась какая-то, типа, сцены, начались концерты, появилась группа, группа Spirits, Духи переводится, да, вот, и мы начали уже выступать, потом в Индию поехали, там тоже уже учились, там, ездили по различным местам силы, к мастерам, учителям, учились йоги, тому-сему, вот, встречались, и тоже там выступали, давали концерты на Гоа, в разных кафешках там выступали, в каких-то йога-центрах, вот, и так вот постепенно, потом в Южную Америку поехали, там тоже выступали. Ты сказал, когда Африканский барабан услышал, что стало приятно, и вот эта вибрация оказывает положительное воздействие на нижние центры. Бывает такое, что музыка оказывает, наоборот, деструктивное влияние, то есть, бывает ли плохая музыка? И может ли быть плохая музыка приятной? Ну, в последнее время я вообще не могу рассуждать в контексте, что-то плохо, что-то хорошо, потому что это такая относительная вся история, для каждого уровня сознания, наверное, есть свое понятие, хорошо, плохо, а даосы вообще говорят, что нет плохой энергии, есть та энергия, которую ты не можешь переварить, усвоить, и трансформировать вот в ресурс для тебя. То есть, грубо говоря, то, что ты не можешь вобрать, оно тебя начинает разрушать, то это для тебя сейчас плохая энергия, но не факт, что через год это будет для тебя плохо. Грубо говоря, даос приходил, когда служить в империи, к императору, ему давали яд, он выпивал, если он его смог переварить, значит, даос, значит, владеет алхимией, значит, может разлагать элементы, значит, настолько уже энергией владеет человек, что может. То же самое, наверное, и с музыкой, кому что нравится, о вкусах не спорят, поэтому я бы не стал так остро ставить. Ну, есть такая музыка, которая как-то разрывает, которая, наверное, как-то разбирает. Да, давайте субъективно. Да, вот если субъективно взять, то как-то наблюдал такую картину, когда в ресторанчике сидят интеллигенты, кушают спокойно так вот свои стейки, вот, и там включают какой-то такой тяжеляк жесткий такой. И через пять минут они уже сидят такие, вот уже у них такие челюсти напрягаются, они прям уже начинают это вот грызть, это мясо. Я так посмотрел, посмотрел, такой думаю, да. Вот, то есть музыка влияет, конечно, есть музыка отупляющая, грубо говоря, да, то есть, в которой там три слова, два куплета, один припев там, и что-то вообще какой-то бред полный, вот, плюс я терпеть не могу вот эту сопливую музыку, она от меня ушла, я там это страдал, приходи ко мне, я тебя люблю, а теперь я с другой, ну, и вот это вот вся такая шляпа, для меня музыка, это вот стремление к Богу, к высшим состояниям, к раскрытию психических центров, через нижние центры, то есть, для меня музыка, это как некий акт творчества, в котором есть вход, погружение, выход, то есть, некая трансформация, некая мистерия, вот, и об этом можно почитать, есть, кстати, классные книги, мистицизм звука, одна из самых крутых книг, всем рекомендую, как ты относишься к Моргенштерну? К Моргенштерну? У него, то есть, он занимается тем, что он пишет треки, как я понимаю, и есть человек, который пишет именно музыку, это его компаньон, и вот его многие музыканты называют гениальным, ты не слышал никакие забоработки? Я слышал, да, у него биты очень крутые, там, какие-то, дапчиковые, если убрать слова, есть смысл, если оставить звук? если убрать слова и Моргенштерна, то вот второй парень, вот вообще красавчик. Ну, просто, когда вот это, вот там, сиськи-письки, бабки-телки, там, вот это все, ну, меня как-то не особо вдохновляет. Это про смысл, Ну, да, кому-то нравится. То есть звук, есть, как бы еще слова, которые на них относятся. Да, есть звук, есть смысл, и то, куда это ведет, в демонические миры, вот, к тотальному несчастью, или это ведет к Богу, к абсолюту. Вообще, все божественная игра, в принципе, нормально. Просто вопрос, где ты будешь тусоваться, на помойке с бомжами или у престола Господня служить? Вот, а так, в принципе, все одно, поэтому, кому что нравится, кто что выбирает, я не настаиваю, ну, у меня не придется. В чем разница между мантрой и молитвой? Есть она вообще? И да, и нет. То есть, вообще, дословно, перевод слова мантра, ман-ум-тра-освобождение. То есть, это некая практика рецитации определенных звуковых рядов, для того, чтобы освободить ум от растяжек, в которые он попадает, там, надо то, это, 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 это то. И он не живет в моменте, он всегда несчастлив, и даже получая перманентное счастье, оно очень быстро заканчивается. То есть, любой результат, любая покупка, это быстро все переваривается, и опять что-то не хватает. Вот мантра, она погружает человека внутрь себя самого, так же, как и молитва. Просто молитва, это просто по-русски, но я думаю, что это похоже, потому что, по сути дела, и мантра, это обращение к божествам, к Богу, к единому, к разным божествам. То есть, и то же самое молитва, вот тоже есть защитные разные, есть открывающие, закрывающие, очищающие, одухотворяющие, мотивирующие, то есть, разные. Как это можно рассматривать? Как какие-то коды пространства? Да, потому что мантра, по сути дела, изначально передавалась именно в устной форме, с определенной ритмикой, то есть, важен ритм, потому что, вообще, я еще шаманизмом, так серьезно увлекался в свое время, вот, путешествовал по разным шаманам, в Южную Америку было три поездки, тоже по России, тоже у нас сразу вот эта история, вот, и ритм очень серьезно влияет на ритмы сердца, на ритмы мозга, то есть, подстраиваясь, ну, как, мы же сонастраиваемся с музыкой, если мы в нее входим, потому что можно слушать, а можно слышать, можно просто слышать, что-то там играет, да, можно слушать, что играет, и вот, как-то через свою матрицу это проводить, то есть, человек все настраивается, музыка начинает на него влиять, вот, и, когда у мантры определенная правильная ритмика, вот, когда, тогда узор повторяется, то есть, потому что каждый звук, это определенный узор, то есть, его можно даже визуально увидеть, если подразвить немножко вот эту вот историю, да, вот. А я верно понимаю, что вот есть мантра, ее нужно и слушать, и слышать, то есть, и слышать и звук, и слышать и идею, слушать идею, как у йогинов, вот, идеация, да, что они называют, ну, вообще, это очень хорошо, когда человек еще и понимает, о чем это, но это не обязательно, то есть, в принципе, можно попасть, именно через эмпатию, через вот, такую психическую энергию, через чувственность, потому что, мы, как чувствуем, мы настраиваемся, и мы чувствуем, либо это нам как-то влияет положительно, конструктивно на нас, да, в каком-то моменте нам помогает, там, освободиться от какого-то напряжения, там, или, наоборот, собраться для какого-то действия, или, там, расплакаться и получить какую-то эмоциональную такую разгрузку, и так далее, и так далее. Есть, ну, разные цели, задачи, в зависимости от инструмента. Опять-таки, мантра часто сопровождается каким-то звуком, да, каким-то музыкальным сопровождением бывает. Вот. Есть вообще чисто мантра йога, то есть, где есть четыре уровня, то есть, первый уровень, это когда мы физически произносим мантру, второй уровень, когда мы ее произносим шепотом, третий уровень, мы ее мысленно произносим, и четвертый уровень, это мы ее слушаем, она уже сама там играет, и мы ее просто слушаем. Вообще, через звук, я много раз погружал в людей, то есть, буквально за 3-5 минут погружал в очень серьезное, измененное состояние сознания, в которых у людей происходили ведения и прошлых жизней. Это лично было? Да, это... А это можно сделать в записи? В записи... мантры включить в наушниках? Нет. Это работает, когда хотя бы 6 человек должна быть, группа, минимальная. Мантра в наушниках? Нет, это не мантра. Это живые люди. Нет, это тоже работает, это тоже может и включить. Я как-то один трек записал на 20 минут, я давал его бабушке, она одевала мне наушники, я громко включал, бабульки мои, царство небесное. Вот, и она прям, потом мне рассказывала, она прям целое путешествие совершала, она видела там и тибетских монахов, и что только там не видела. То есть, но это был такой трек, именно с погружением сначала в нижний мир, потом в верхний мир, потом спускание в середину и в этот наш мир. Это твой трек был? Да, это я написал трек с разными инструментами, одна из моих первых студийных работ была, когда у меня дома появилась студия. А трек в доступе есть сейчас? Да, он есть в доступе, шаманское путешествие. Вот ты говоришь, что ты этот трек написал. И сам. То есть, по сути, каждый человек может создать и свою мантру, и свою молитву, так это или нет, и насколько она будет эффективна, чем те, которым уже много лет, которые уже отработаны, напитаны. Ну, насчет создания своей мантры, своей молитвы, да, человек может, безусловно, но, так скажем, те люди, которые профессионально этим занимаются и те люди, которые подключены к неким эгрегорам, да, вот, причем для меня эгрегор это не что-то деструктивное, потому что есть, бытует мнение, часто мне там пишут тоже, вот эгрегоры, надо от всех отключаться, есть эгрегор семьи, есть эгрегор образования, да, есть эгрегор там, эко-технологии, эко-питания, то есть, есть очень экологичные эгрегоры, в основе которых лежит идея какая-то, ну, созидающая, да, вот, и то же самое с музыкой, то есть, вот, и, то есть, есть мантры, которые созданы много тысяч лет назад, повторены огромным количеством людей, и это уже в тонком плане, если мы так коснемся тонких материй, это некое хранилище света, у которого есть свой хранитель, и вот посвящение в эту мантру, ее передача, то есть, прямая передача от учителя, от гуру, да, это знакомство вот с этим хранилищем света, это правильный код, это как ключ, которым тебе помогают открыть определенную дверь, и оттуда из хранилища света приходит большое количество света и распространяется для всех живых существ, и вот для этого нужна прямая передача, вот, человек может интуитивно сам достучаться до этих хранилища света, может найти, но, скорее всего, не найдет, если нет определенной квалификации, чистоты и развитости психических центров, потому что большинство людей из психических центров просто смердят и излучают такие выхлопные газы, так скажем. А есть какая-либо мантра, которая, по твоему мнению, которая вот сформирована с хранилищем, есть в доступе, которая вот прям мощная, которой стоило бы уделить внимание, чтобы просто познакомить с тем, о чем мы сейчас говорим, то, чтобы получить... Да у меня даже есть в записях, да? Твоя, которая... Есть мантра солнцу, которая мне пришла, вот я сидел дома в Подмосковье зимой, две недели не было солнца, вот такая вот эта вот мгла, да? Вот. И потом на рассвете вот пришло вот это солнышко, я на него долго смотрел на рассвете, вот. И... И мне какой-то коннект произошел с солнцем, и пришла вот прям мантра. Я ее записал, она так и называется мантра солнцу, тоже есть на ютубе, можно послушать. Вот. И она очень сильно включает, то есть прям ее кто слушает, тоже у людей происходит такое очищение сердца, соединение такой солнечной энергии. Я вот соединил, потому что у меня есть ощущение видений с прошлых жизней, с многих, с разных. Одна из них египетская жизнь, когда мы долгое время стояли вот так, в треугольник, и в треугольник мы созерцали солнце, вот, на рассвете. И вот я вспомнил это состояние, когда ты входишь и когда ты с солнышком соединяешься, вот, это мантра джей-джей-джей-ра сурья-на-маха, джей-джей-джей-ра шри-ма-хадеп, то есть мы славим солнце, славим того, на каком языке? Ну, это смесь санскрита. Ты знаешь санскрит? Ну, не то, чтобы знаю, я какие-то моменты там... я просто хочу понять, как ты ее вот, когда писал. Ты понимал, что это слова есть на санскрите? Да, да, я чуть-чуть понимаю, там, ну, там, чуть-чуть изучал тексты разные, там, йога-сутры, патанджали, переводы. Я не то, что его знаю, но какие-то слова там, да, в принципе, понятны. Вот. И потом там на русском языке «Здравствуй, солнышко ясное, золотое, прекрасное, дарующая свет, дарующая жизнь. Мы тебе открываемся, мы тебе улыбаемся, мы в лучах твоих нежных родных на рассвете купаемся, провожаем тебя в океан, а встречаем в волшебном лесу. Знаю солнце, ты звездный портал золотого сияния страну». Ну, там, припев. Вот. И оно как бы так включает. Ты когда вот это вот делал, ты это для чего вообще делал? Для людей, чтобы это отдать или просто потому, что ты не мог этого не делать? Вообще никакой цели. Это просто вот чистое творчество, да. То есть, когда оно происходит, нету какой-то цели. А знаешь, многие творцы, так скажем, склонны не привязывать свои творения к себе. То есть, они говорят, ну, вот я провел, я передал, я как бы вообще не участник, вот просто руки, ноги, голова. Да, да. Ты как-то на рассмотришь. Такое часто, да, бывает. Часто у меня было, что прям полностью песня приходит за пять минут, то есть готовая композиция. А бывает, что пришло несколько строчек, и это прям пришло, потому что занимаясь энергоинформационными практиками, цигун, сейчас у меня галактигун называется, моя школа, то есть, как я это чувствую? То есть, вот здесь у нас чакра есть, тоже многие ее не осознают, но если ее вот так вот как две-три минутки просто потрогать, вот так вот посканировать это пространство так внимательно, осознанно, и вот тут у нас лотос есть, и мы можем вот этот лотос прям брать пальчиками, открывать, закрывать. И вот когда мы научаемся осознанно вот этот лотос открывать, то есть мы как бы подключаемся к нисходящей энергии, энергии неба, вот, и вот оттуда часто спускаются в нас коды информационные, особенно если мы обращаемся, если канал чистый, если здесь не висит куча всяких подключек, всяких там деструктивных программ, эгрегоров и прочего зависимости и сущностей, то канал достаточно чистый, вот, а через этот канал можно получать информацию напрямую, вот, если опять-таки развиты психические центры. И это сопровождается очень приятными экстатическими ощущениями, вот, как будто спускается энергия, мурашит по всему телу, то есть такое очень классное состояние, как будто вот электрический заряд какой-то пришел, волосы дыбом встают, вот, и такое озарение, такая ясность, свет такой в голове, и вот с этим еще приходят какие-то слова. И вот иногда вот частично, иногда целиком, да, и ты вот точно понимаешь, что это не твое, что это тебе вот просто пришло откуда-то вот из хроника каши, там по-разному это называют энергия. Ну, а ты как бы склонен говорить, что это не мое, или все-таки ты принимаешь за это ответственность, и говоришь, да, это сделал я. Может быть, не мое, но сделал я. Да, по сути дела, моего-то особо ничего и нету, вот, все просто, да, я как проводник, через который это приходит, да, что-то я дорабатываю как личность, что-то где-то докрашиваю, там, доставляю какие-то недостающие кусочки, вот, это сотворчество с духом, вот, поэтому наша группа так и называется спирит с духи, то есть, вот, то есть, есть мое, просто у большинства поэтов, музыкантов, творческих людей эта штука включается спонтанно, вот, на пике какого-то кризиса бывают каких-то сильных эмоциональных потрясений, но если мы практикуем, занимаемся, то можно нащупать, как это включать осознанно, это очень прекрасно. Сколько лет надо заниматься с Игун, чтобы почувствовать лотос и делать, как ты говоришь, учиться включать канал? Ну, тут очень много зависит от строения психики, строения тела, строения возраста, зрелости души, то есть, кто-то, то есть, у меня есть ученики, которые с первого занятия все чувствуют, у них все запускается, бфф, они там пишут просто через неделю две практики, там такие отзывы, там, что вообще, там, стали спать по четыре часа, перестали есть мясо, там, стали творить, и вы всех любите вообще вот так, а есть люди, которые там по полгода по году занимаются, у них только через полгода, год там начинает только чувствоваться там нижний котел, там, что-то начинает гудеть, что-то там, какая-то любовь вообще там начинает появляться, или еще что-то, то есть, это очень все индивидуально, уникально, в зависимости от того, вот, насколько человек успел себя подубить, потому что, в основном, у меня люди приходят уже после 30, после 35 лет, вот, которые уже так поносило, да, по разным всяким историям, они уже поняли, что все, хватит, надо как-то структурироваться, осознаваться и в каком-то конструктивном контексте двигаться дальше, хотя сейчас в последнее время молодежь стала тоже подтягиваться, последнее время когда? Ну, последний год, наверное, молодежь тоже стала потихонечку подтягиваться, то есть, хорошо, что люди сейчас... Ты как сейчас ощущаешь вообще процессы, которые на земле происходят, по поводу того, что молодежь начинает подключаться и вообще такая общая тенденция есть к пробуждению? Ну, любой кризис он как раз создан, то есть, наша локация, вообще наша плотность, где жизнь постоянно питается другой жизнью, да, то есть, ну, такая плотность, такая локация, допустим, в тонком плане, там, не в низшем астрале, а в более высоких планах, там, не надо никого убивать, чтобы жить. Здесь у нас, к сожалению, мы должны либо растения убить, чтобы жить, да, вот, либо животное. Это ненормально? Для этого плана это нормально, абсолютно. Вообще нет ничего ненормального, все нормально. Вот вопрос отношения, да, вот, просто такая локация, вот, и здесь, как пел Виктор Цо очень хорошо, и 2000 лет война, война без особых причин, вот, и это так и есть, потому что война всегда шла и всегда, наверное, и будет вот в этой плотности, потому что сюда, как раз на эту землю попадает тот класс существ, которые, видимо, самостоятельно сами развиваться им тяжеловато, и вот им нужны трудности, то есть, грубо говоря, когда рафинированы условия, все классно, да, ты в раю, что там развиваться-то, вот, а тут попадаешь на землю, то есть на земле рост любой идет только через выход из комфорта? Сначала через морковку сзади, да, вот, а потом осознают люди, что можно-то и через морковку спереди, если самому двигаться по эволюционной лестнице, если ты сам стремишься к Творцу, сам начинаешь прорастать в духовный мир, соединяться, как-то искать, там, говорят, ребят, привет, я вот здесь, я не просто дайте мне, дай мне, вот как это, как это, я очень не люблю вот этих людей, которые бегают и просят, Господи, помоги, Господи, дай, Господи, помилуй, Господи, это, вот, а сами ничего не делают и страдают, инвалиды, калеки, там, и такие, очень, вот, я люблю людей, которые действуют, которые трудятся, которые практикуют, навыков, качеств, которые готовы брать ответственность и помогать Творцу в его игре и становиться его инструментом, его руками, его глазами, его голосом, вот это вот подход для меня, поэтому я практикую и вот всех призываю практиковать. В стремительном ритме нашей жизни, в погоне за счастьем, мы бежим, не замечая самой жизни, теряя здоровье, силы, молодость. Что происходит внутри тебя, какие силы сокрыты в тебе, знаешь ли ты, что ты способен создавать свой мир, свою реальность? Ты творец. Возьми курс на новую жизнь в гармонии и совершенстве. Сделай цигун своим верным проводником на этом пути. Мы приглашаем тебя освоить комплекс «Даосский цигун». Он поможет запустить твое тело на полную мощь, активизировать скрытый в нем потенциал и выйти на уровень сверхвозможностей и ясного чувствования себя. Комплекс состоит из четырех видеотренингов, которые включают в себя 53 упражнения гимнастики цигун и обязательную инструкцию по технике безопасности. Все подробности ты можешь найти по ссылке внизу. Как по твоему мнению откуда пришел звук? Очень интересный звук считается первозданный звук вселенной. Грубо говоря, когда единая пустота сияющая сама себя осознала и решила творить, появился вот этот звук, который начал пронизывать пространство и создавать полотно. То есть это звук это полотно реальности времени, на котором начинают разворачиваться уже остальные все какие-то остальные звуки. Потому что в принципе любой процесс в нем есть жизнь. Даже в металле все равно какое-то движение есть. Это можно услышать как-то. вибрация, да? Да, это вибрация. Здесь просто более грубые элементы это замедленная очень вибрация. Как говорят горы это медленные волны. А есть то, что мы не видим это слишком быстро вибрация. Звук мы не видим большинство не видят, потому что человеческий глаз определенным образом настроен. И с этим тоже можно работать. То есть когда у нас появляется дополнительная энергия, мы можем видеть и воспринимать гораздо больше, чем мы воспринимаем. просто у нас мозг спит у большинства людей, потому что не туда инвестиция идет энергии внимания. Поэтому диапазон восприятия такой. Человек начал практиковать у него постепенно начинает чик-чик-чик. Плюс надо расти шишку есть. Ты говоришь начал практиковать. А практик много же. Как понять с чего мне начать? Первое надо расти шишку есть. Расти шишка отдана такая. Я долго скитаясь по всему миру, выполняя различные аскезы, посещая шаманов Южной Америки, даосов, цигунистов, йогинов различного уровня, различных мастей, конгрессов по Адвайту, Ведантии, различных западных школ, парапсихологии, дальнейшее энергонаправационное развитие, академии развития человека и так далее. пришел к определенному построению алгоритму тренировочного процесса. Я понял, что его определенным образом хорошо выстроить. Первая часть это физика, то есть работа с физическим телом, силовая нагрузка. Второе это работа с энергией после того, как мы, допустим, у меня два часа тренировка длится. 40 минут примерно это физика. Каждый? Не, не каждый день, через день. Надо еще давать восстанавливаться. Вообще, я практикую постоянно, каждый день, всегда и везде, даже когда на байке, даже когда кушаю, даже когда писью, всегда. То есть, просто привычка уже, я уже не могу не практиковать. А вот по словам практиковать, что ты имеешь? Практиковать, это целенаправленно развивать какие-то психические центры свои. То есть, для меня практика это осознанная эволюция. То есть, грубо говоря, все эволюционируют, и вообще вселенная это эволюция. И Бог это поступательное движение от какого-то такого невнятного полуомебного состояния в какое-то высшее состояние, в котором мы уже можем творить и помогать творцу осваивать этот бесконечный космос. Еще и разные слои миры, пространства параллельной вселенной этого космоса. По сути дела, я в какой-то момент понял, что намерение творца это создавать креатив творчества. поэтому творческие люди в мире востребованы, они богатые, они более успешные, так скажем. Не все, но, как правило, и бизнес хорошо работает на чем-то новом. А новое это и есть творчество, создание чего-то нового. И вот алгоритм тренировочного процесса, это работа с физическим телом, запустить суставы, сухожилия, мышцы, нервную систему напрячь немножко, гормональную систему подзагрузить. Потом энергетика. Энергетика потом помогает работать с энергией, с дыханием, с ощущением перемещения внимания по энергетическим каналам и работать с психическими центрами, раскручивание энергетических полей. Это помогает очистить систему, вывести блоки, зажимы, то, что в процессе физики скрывается. И потом заключительная часть это медитация, различной медитации. Причем для меня медитация это тоже не что-то такое абстрактное. Ты сел, просто сидишь за закрытыми глазами и ничего не делаешь. Я предпочитаю медитации, в которых идет тотальная концентрация на чем-то одном, на какой-то точке, на какой-то чакре, либо это вращение энергии. Расскажи, кстати, про медитацию вообще, как ты воспринимаешь? Потому что многие люди, некоторые относятся к этому как оцеленаправленное размышление на какую-то тему, некоторые как самонаблюдение, сканирование тела, некоторые как идеация, то есть утончение своего канала и подключение ощущения всего вместе. Не себя частью, а себя большой, себя всем. А для тебя это как вообще? Медитация словно. Для меня медитация это средство для того, чтобы познать нашу природу, открыть в себе тот самый изначальный свет, которым мы все являемся. Бог не где-то там живет на небесах, он живет в нас, пронизывает все пространство каждого частицам, везде, куда ни глянь, везде Бог под любым камнем и в камне и в ложке и в человеке. И для того, чтобы сонастроиться с этой чистотой и осознать ее, почувствовать, проявить ее в себе, для этого существуют различные медитации, у меня их любимых порядка 10. А ты создал? Не то, чтобы создал, но у меня такой креативный ум творческий, и я всегда ищу более короткие пути, более правильные, я чувствую фальшь, я чувствую, где, допустим, есть такое понятие традиция, традиционный шаманизм. Я вхожу в традиции, вижу, что в ней есть ошибки, я сразу это чувствую. А мне говорят, так правильно, а я говорю, нет, так неправильно. Я одно время специально занимался тем, что ходил в секты разные, специально, и начинал задавать неудобные вопросы тоталитарным лидерам этих сект, на что получал очень дикое раздражение, ну, просто срывал, грубо говоря, концерт. Концерт, да. не только я туда специально ходил, я ходил и к нормальным ребятам, но иногда если попал уже в такое место, где там все, открыв рот, слушают какого-то дебила, которому лечиться надо, я им начинал задавать вопросы, вот, в общем, да, такая развлекуха у меня одно время была. Это где, в России было? Да, это было в России. Здесь на Бали делал-то? Здесь как-то нет, уже таким не занимаюсь, как-то уже сейчас много дел, мало свободного времени. Слушай, а ты вот сказал, что медитация это первоначальный свет, то есть, я правильно понимаю, что это первоначальная практика, с которой стоит познакомиться? Так, по сути дела, целью цигун, да, это искусство управления энергией и остановка себя в очищении и остановка, то есть, мы можем познать божественно, когда останавливаем лично, эгоистично. То есть, мы постоянно создаем frequency, да, постоянно какие-то колебания создаем. А дао, да, учит нас о том, что, чтобы познать дао, чтобы познать бесконечность, пустоту, Бога, Творца, путь, дао по-разному очень переводится, такое емкое очень стоит. То есть, нужно себя остановить и делать определенные практики. Вот, и много лет пришлось изучать тексты, Потому что все зашифровано, завуалировано стихами, какой-то поэзией, и нужно знать вот эти ключи, коды. Потому что, читаешь книжку, мне вообще непонятно, о чем, но так я много раз наталкивался, потому что, когда у меня нету ключей, что значит вот это слово, они все шифровали. Вот, то же самое в йоге часто такое случается. Вот, и то же самое йога сутры патанжали описывает, что, что такое йога? Это связь, единство. Связь с чем? Ну, естественно, с божественным, да, с единством. Как она достигается? Чита, врита, ниродха. То есть, чита, сознание, врита, колебания, ниродха, устранение. Устранение неконтролируемых флуктуаций сознания. То есть, по сути дела, остановка внутреннего диалога, остановка всех флуктуаций, которые постоянно растаскивают наше внимание. Потому что наше внимание это очень сильный ресурс. Это единственная наша свободная энергия, которая у нас есть всегда. Вот, и вопрос, куда мы ее инвестируем. И обычный человек не может попасть глубоко в медитацию, погрузиться сразу, потому что в теле есть зажимы, есть кармические, так скажем, непроработанные места. То есть, там, где психотравма какая-то случилась, что-то подзажалось, что-то скрутилось, что-то там какая-то ненависть кристаллизовала энергию. То есть, энергия сжимается, грубее. Это из детства или откуда? Это и из детства кто-то уже приходит покалеченный, у кого карма совсем херовая, да? То есть, из прошлых жизней. То есть, уже пришел человек инвалид, им всем жалко, а он там в прошлой жизни мог такого натворить, что вот пришел отрабатывать. Поэтому все закономерно. А как он мог чего натворить? Он же тоже проявление Бога получилось. Ну да, но человек же любит играть в индивидуальность и свою волю насаживать, да? Когда воля человека не соответствует воле божественной, он не одупляет, что происходит вообще и зачем он живет, как большинство на земле, да? То есть, давай там уничтожать природу, лес, потому что мы, по сути дела, вот город взять там какой-нибудь большой, там уже почти нет растений, нету животных, да? Там есть только асфальт, бетон, мусор. Если там отключить, допустим, на три дня свет, день зимой в Москве, что будет? Прохладно. Пипец, начнется бародерство. Хочу поговорить про практику исцеления голоса. Это про ОМ, да? Не закончили? Да, это все про ОМ. ОМ, в общем, первозданный звук вселенной, состоящий из четырех частей. АОУМ. Вот. И это можно выполнять как практику. Вот. В принципе, у меня уже есть запрос на то, чтобы записать работу со звуком, потому что можно индивидуально просто себя прозвучать так, прозвенеть, что можно устранить очень много блоков в себе. Просто с помощью собственного голоса и больше тоже никто не нужен. Вот. И АОУМ это определенная технология, так же, как и чакральное пение, можно чакры пропивать. Которое... Ну, это надо показывать, это нужно минут сорок сделать практику. Потому что... У тебя это как бы упаковано? Не, вообще не упаковано. Ну, так оно где-то зреет, там, скоро... Пока к съемкам готовились, я видел, как ты распевался. Очень странно и интересно. Не похоже, что человек может такие звуки сдавать. Потому что обычно мы привыкли, что наш голос это то, как мы говорим. А тут это совсем по-другому. Ну, вот, да, это вот хакасский, шаманизм, тувинский, бурятский, да, то есть, это горловое пение, есть разные стили, виды, вот основные три направления, это каргера, тувинский, Ну, это так, надо чуть-чуть тоже немножко попеть, чтобы войти в это состояние, потому что там сначала он такой узкий звук, а потом он начинает расширяться, расширяться, и такая мощь подключается, низ. То есть, он как раз хорошо работает... Это вот можно в нижний мир, то есть, с помощью этого звука можно погрузить человека в его страхи, в его боль, в его внутренние органы. Вот. И там поработать, то есть, как бы мы звуком можем подсветить вот эти зоны в теле, прям туда... А когда подсветили? Мы начинаем дробить прям звуком. То есть, если она страивается в то время на определенный орган, то есть, я начинаю по нему фигачить. И то, что в этом органе он начинает подсвечиваться, потому что сознание автоматически туда смотрит. Истеление голоса это практика, когда минимум шесть человек должно быть. Один ложится в центр, остальные по кругу садятся, и мы определенным алгоритмом сначала создаем намерение, защищаем, очищаем пространство, вот, и потом определенным образом начинаем пропивать его энергоцентры. Вот. Это очень сильная практика, когда за 2-3 минуты просто происходит такой трансперсональный опыт человек получил. А ты на своих сессиях проводишь, или это ты был у кого-то на сессии? Меня это передала одна девочка на дольменах. Я вел там семинар по ЦИГУ, и пришла какая-то девочка, ля-ля-ля-та-паля, она осталась на семинаре, и она говорит, вот мне вот такая практика есть, мне вот передали старцы какие-то волхвы, хотите попробуем? Я говорю, ну давай попробуем. Попробовали, нам понравилось, я стал ее интегрировать, тоже проводить, вот, причем можно 6 человек, можно больше, можно сразу несколько групп сделать, то есть, ну, минимум смысл, вот почему и на 6, почему и на 5? Один должен около головы сесть, двое около рук и двое около ног, то есть, и тогда появляется такой круг, который замыкает и создает плазму звука, то есть, объем появляется такой, и вот в этом объеме происходит наполнение центрового, кто лежит, то есть, его наполняет объем, появляется звук 5.1, 5D такой, вот, и из каждой колонки разный звук идет, это очень круто. Технически, я думаю, что это тоже можно повторить, ну, вот, нужен звук 5D, то есть, две колонки стереоэффекта недостаточно. А вот, чтобы это люди было обязательно, ну, например, если ты запишешь все эти звуки или, ну, кто-то другой, шаман запишет эти звуки на микрофон, мы поставим пять колонок, будет это так работать? Я думаю, что да. Я думаю, что будет работать, да. То есть, техника способна передать эту частоту вибрации? Да, просто, когда мы делаем эту практику, то мы интуитивно настраиваемся на вот этого конкретного человека, мы конкретно формируем запросы вместе, создаем намерение на сцеление, гармонизация. Эффективность разная. Да, эффективность разная. А тут будет какая-то такая общая история. То есть, можно просто как оздоровительный эффект такой может быть, может расширяющий сознание эффект. А здесь можно лечить, то есть, звуком еще можно проникать в кости, в суставы, в органы. что самое интересное, что те, кто поют, этому одному, который в центре, ну, который в центре, вообще там нереально у него путешествия происходит, то есть, просто после этой практики я очень люблю, когда люди таки открывают глаза, такие, встают так медленно, так на всех смотрят, ребята, и начинают рассказывать, что же это было, что же это нереальное путешествие какое-то там. Стас, упаковый, я уже захотел. Да. А те, кто поют по кругу, у них тоже как бы, ну, кстати, можно сделать такой такой курс, курс сюда, с телением голосом, с техникой безопасности, потому что там важно, про безопасность давай поговорим. просто вот шаманизм, вот эта обратная сторона шаманизма, во-первых, то, что очень много темных шаманов, даркушных, то есть, вот по причине, не знаю какой, но опять-таки, непроработанная личность, когда личность слишком эгоистична, вот, и это вот такая фаза ребенка, да, когда ребенок маленький, он говорит, это мое, это мое, и вот это отдайте, все игрушки мои, да, идите все нафиг, это все мое. И вот многие люди вот на этой фазе застревают, остаются. Ведь гораздо приятнее, вот это наше, да, а давай вместе что-то сделаем, сотворим, а давай улучшим мир. Это намного, вот, ну, как для меня, это вот очевидно, а для многих людей почему-то не очевидно. и они вот грибут, грибут под себя, под себя побольше, побольше, побольше забор и начинает расти там и пузико там, вот, и здоровье падать, и связи нет. Кто-то приходит к тебе? Ну, кто-то приходит, кто-то не приходит, вот. Потерял нас. Про храм музыки. Давай про храм музыки расскажи вообще ничего. Давай закроем это дело. Сейчас мы... Про шаманизм, темный шаман. Да, да, хотя бы закончить мысль. Вот, и, к сожалению, общаясь, взаимодействие с шаманами, светлых шаманов я встретил несколько человек всего, и сотни, наверное. Вот, потому что все поддарковывают, подколдовывают, как-то привязывают, пытаются тебя настроить на то, что вот ты к ним всегда вот путешествовал, ездил, некоторые начинают энергию высасывать и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, познавая шаманизм, работать с защитой и с правильным открытием пространства, с призывом духов в шести направлении. То есть, если я вот выбираю себе шаман, чтобы получить какой-то опыт, посмотреть, как он работает, это проверить, насладиться, почувствовать. То есть, чисто теоретически, это, возможно, будет какой-то темный шаман, который сделает мне что-то еще и не так, если у меня нет защиты. Ну, да. И как мне выбрать? Кто весь... По глазам, по словам, по голосу... Интуитивно? Ну, конечно, интуитивно, но тьму видно в глазах. То есть, как говорят, глаза, зеркало дыши, когда туда прям заглядываешь внимательно, то есть, прям посмотреть в глаза хорошо и видно вот человека, как вообще он реагирует. Вот. Когда темному шаману смотришь в глаза, он там, как такая, какая-то тьма такая появляется или такая отрицательная пустота. Есть вот пустота вот такая... А темный шаман знает, что он темный шаман? Некоторые не знают, кстати. Некоторые думают, что они такие офигенные, типа классные. Некоторые... Ну, просто через некоторых играют различные силы более высокого порядка. То есть, есть такие там сущности низкочастотные такие, ну там, как кошечки, собачки такие, да, вот подселенцы. То есть, бесы, так их называют. такой бесик, малышка какого-нибудь. А есть демоны, да, есть серьезные ребята, которые могут уже подменять, подкидывать мыслишки. Человек думает, что это его мысли, что все правильно, что вот этих надо убить, этих надо расчленить, а этих... Это все правильно во имя блага там, да? Ну вот. А цигун помогает? Выстраиванию этой системы безопасности. Я же правильно понимаю, что это не только шаманов касается? То есть, по сути, тебе не нужно искать какого-то шамана, этот шаман может оказаться тобой в автобусе, в метро или твоим коллегой по работе. цигун помогает выстраивать линию безопасности? Ну, то, чем я занимаюсь, то, чему я обучаю, это один из важных аспектов, это методы энергоинформационной защиты и практика вознесения сущностей. У меня прям есть такой курс, конкретно, защита и вознесения сущностей. Потому что, во-первых, многие дырявыми горшками являются, потому что мы цигун, когда начинаем заниматься, мы качаем небо, землю, солнце, луна, начинаем работать с потоками, начинаем очищаться, накапливать, очищать психические центры, наполнять, раскручивать энергии, у нас появляется объем энергии. А в мире по принципу сообщающихся сосудов энергия распределяется. И плюс, когда ты начинаешь ярче сиять, у тебя появляется энергия, то сразу появляется огромное количество желающих эту энергию скоммуниздить. И поэтому нужна защита, нужно ауру латать, потому что, если ты энергию копишь, а там дыры, он постоянно утекает. И как-то в реальности проявляется? Ну, просто человек позанимался, у него 15 минут его круто, позанимался, он сдулся, все, энергии нету. Значит, что-то вот... И, соответственно, когда дыры, у тебя это выстреливает в отношениях, побольше? Плюс дыра, это постоянно залипание, внимание, куда-то вот в какую-то непонятную историю, деструктив, какие-то прошлые отношения, еще что-то, еще что-то. То есть, человек не смог переработать, и у него волхвы, это же тоже шаманы. Ну, вот у нас на Руси был шаманизм, по сути дела, ведическая Русь, до появления христианства. Вот. То же самое и доосизм, это тоже шаманизм. Это все из шаманизма произошло. Вообще, шаманизм самая древняя культура, религия на земле, которая в некоторых местах около 50-70 тысяч лет по официальным археологическим и этно-графическим каким-то находкам. Вот. Про дырявые горшки. Да, вот дырявые горшки. То есть, если человек вышел из отношений, прошло много лет, но он до сих пор страдает, вот это можно считать... это вот утечка внимания, это называется подключка или привязка, да, потому что есть связь между людьми. Что такое, о чем отличается связь от привязки? То есть, связь, это когда мы позвонили друг другу и мы счастливы, что мы с другим общаемся, и мы готовы что-то вместе сотворять, общаться дружить там, что-то делать, да, вот. А привязка это когда ты вспоминаешь о человеке и тебе становится некомфортно. Значит, ты с этим человеком, во-первых, не проработал что-то, ты его вытесняешь, а привязка остается, потому что у тебя нету к нему отношения как к Богу, ты не видишь там Бога, ты начинаешь разделять. И чем сильнее вот это разделение, тем хуже живется, тяжелее живется вот этот мир, когда делится сильно, дуально, что вот этот хороший, этот плохой, с этим я не буду, с этим буду там общаться, это это, то есть постепенно, постепенно нужно стремиться к расширению, но так, чтобы это расширение тоже не поглотило во тьму, потому что человек иногда боится слишком сильно открывается, вот, защита не сможет. то есть защита это такая динамичная тоже история, она где-то нужна, где-то нет, не всегда надо ходить в доспехах, да, прийти домой, что за стол, сесть покушать, зачем тебе доспехи, вот, если ты уже идешь там какой-то, дай спойлер из своего курса про защиту, она, есть каких-то, то есть есть какая-то базовая защита, какая-то суперзащита, защита про, или как же, как это сепарируется, в общем? у меня одна защита, которая, вот, нарабатывается, защита такая штука, которую надо нарабатывать, недостаточно просто ее там представить или почувствовать один раз, то есть это нужно 21 или 40 дней ее осознавать постоянно, чувствовать, ходить в ней, вот, нарабатывать, вот, и самая классная для меня защита, первичная, это золотое яйцо, просто на состоянии вытянутой руки мы осознаем, представляем золотое яйцо и начинаем по определенным алгоритмам работать с этим золотым яйцом с помощью формы, которые мне были переданы в процессе ченнелинга, то есть я на местах силы занимался, много медитировал, пришла практика, вот практика вознесения сущностей, которая как раз создана для того, чтобы освободить свое пространство от энергоинформационных паразитов, подключек и разных привязок, вот, залатать эту ауру, сделать ее целостной, укрепить, и тогда не будет энергии утекать, тогда будет больше концентрации и больше реализации в делах и правильной инвестиции внимания, вот, потому что тоже ребята нашептывают там что-то и сбивают с пути, то есть душа пришла, хочет проявить себя, а там раз, оттуда там, туда отвлекся, туда отвлекся, вышел за хлебом, уже там в Сочи оказался. А я правильно понял, то есть вот техника безопасности, она как бы ощущается твоим состоянием, то есть уверенностью, силой? Техника безопасности, это когда, практикуя, мы постепенно чувствуем прирост энергии, улучшение состояния, самочувствия, здоровье, то, что у нас отношения с родными и близкими, то, что у нас дела начинают идти нормально, то есть чисто земная история. И постепенно мы начинаем еще и утончаться и чувствовать тонкий план, но не теряя связь. Я почему выбрал именно дейсизм? Потому что мне очень нравится тем, что в первую очередь идет работа с укоренением, с ногами, с корнями, с низкими стойками, с энергией земли, с набором ее, то есть, потому что если туда все время стремится, а здесь не это, то любой ураган, ветер, это дерево сразу сносит. Поэтому есть вот этот символ дерева, которое мы укореняем, выращиваем, вырастаем землю, тогда может что-то вырасти большое, красивое, что может согреть плодами. Когда ты говоришь красивыми плодами-то? Про корни, это ты имеешь в виду какие-то материальные аспекты, которые в тебе присутствуют? То есть такая песня «Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок, выше, слышишь». Ну я говорю конкретно про связь с землей, с магнитным полем земли, с матушкой землей, во-первых, с ней нужно законнектиться, попросить ее прощения, искренне почувствовать ее энергию, медитации, потому что… А в городе это реально вообще стоять? Да где угодно вообще. Конечно. То есть бетон, асфальт – это ничего не помеха. Вообще, девятый этаж, неважно, мы в этом поле наосферном живем, вот в Вернандском можно поизучать, кстати, наши космизмы. Очень крутые у нас, ребята, ученые, забыты. Про ноосферу, да? Оосфера Вернандский вообще очень красавчик, просто мега-существо. Да, и мы с этим полем просто можем работать так же, как и с небесами, можем с небесной энергией работать с определенными цветами, визуализациями, состояниями, ощущениями, но так же, как же можем работать с солнечной энергией, ну, с четырьмя стихиями, грубо говоря, то есть сроднение должно быть со стихией, connection, тогда мы перестаем питаться суррогатом, потому что, общаясь с людьми, с людьми, у которых грязное сознание, да, такое вот, неэкологичное, у которых присутствует очень много грязной речи, некрасивой, у которых очень много вот похоти, эгоизма, страха, ненависти, вот этого вот, ну, такого вот всего, вот, особенно в городах такое, да, часто, искажение, вот такая очень сильная структура, оно как бы и на физике начинает отражаться, и на состоянии человека, и когда мы вот этим суррогатом обмениваемся с человеком, очень трудно двигаться по эволюционной, скажем, лестнице. То есть, ты говоришь, что используя эти техники, можно не обмениваться, можно из этого выйти? Да, можно запитываться, да, можно запитываться, живя в городе. Я себя в Москве вообще прекрасно чувствовал. Ну, конечно, на Бали поинтереснее, ну, собственно, ну, и в городе тоже классно, то есть, я обожаю Москву, обожаю, очень благодарен ей за то, что там огромное средоточение духовных людей, интеллектуальных, ну, очень ресурсное место, с вопросом, каким коридором реальности там двигаться. Можно стоять с утра до вечера в пробках, материть всех и работать там в офисе, а можно ходить по йога-студиям, гулять в парках, там, общаться с духовными людьми. Это будет совсем два разных мира, яд и рай в одном городе. То же самое здесь тоже можно вообще там нарваться там, в притон попасть как он. Стас, а когда ты первый раз в жизни осознал, что такое духовный путь вообще? Помнишь это? Сегодня. что такое духовный путь? Может, откровение какое-то случилось или переживание такое яркое, которое... Много было ярких переживаний, откровений, контакта с существами высокого порядка, с архетипическими существами высокого порядка. Вот, были контакты, было взаимодействие, общение с божествами различного уровня. Самое первое, это... Вообще, с детства у нас в нашу семью попала экстрасенс ясновидящая одна. То есть, у меня у сестры был хронический отит ушей. То есть, у нее гноились ушки. Вот, и врачи не могли... там какие-то таблетки были. Там было сестре там года 4, а мне лет 7. Вот. И в нашу семью пришла вот Нелли ясновидящая. Она что-то пожгла свечку там и говорит, вот ваша дочка испугалась собаку. Вот. Из-за этого у нее пошло... Она... Ну, собака гавкала на нее, напала там, может, даже укусила, я не помню. что-то там вот. Вот. И говорит, она там пошептала на ушко, говорит, закрыла, говорит, через неделю откройте, пока не трогайте там неделю или там три дня. Я подробностей не помню, но вот примерно. Вот. И вы потом открыли уши через несколько дней и все, все прошло. А потом еще через месяц был медосмотр у сестренки, а там история болезни, у нее был написан хронический отит ушей. А врачи говорят, у вас нету такого, потому что там должны быть шрамы, если хронический отит. А там нет даже шрамов, то есть рассосалось. И то есть мистицизм с самого детства я в него верил. Я знал, что я чувствовал вот это, что что-то есть больше, чем просто вот эта вот материальная движуха и желание пожрать и потрахаться. У меня всегда тянуло как-то в это. Ну вот уже вот какие-то такие откровения мистические начались где-то в лет 25 только. вот ну я а нет я помню уже 21 год я пошел в магазин путь себе и купил себе на день рождения 21 книжку эзотерическую это мой первый такой я дорвался до этой духовной литературы вот потому что долго какой год 21 год это я 81 81 плюс 21 сколько получается 2002 да 2002 год это у меня прям вот прям такой был старт примерно вот в это время у меня так началось активно вот и потом 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 я начитался этого всего что там есть и там с открытыми вот этими всеми чакрами каналами когда понимать вообще тут чакры канал есть ну я об этом читал читал захлёб просто вот у меня прям было я вот прям садился и читал 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 20 минут нет там друзья говорят пойдем там на дискотеку пойдем там это пойдем это не хочу вот мне вот я прям прям дорвался как еда это была такая самая вкусно вот а потом я узнал что есть там блаватская ясновидящая есть эдгар кейси там пророк который нострадам стану все вот это я про всех это все начитал там трансферфинг реальности то все это много книг я купил разных чтобы вообще ознакомиться что это за движуха ну что я узнал что есть магазин путь к себе оказывается такой я до этого не знал просто где-то это можно вообще найти что я читал только художественную литературу фантастика что-то такое а тут оказалось что есть вот такие книги и вот я ты 21 год купил себе труды блаватской дата четыре тома блаватская купил там блаватской тяжело было потому что очень трудно было с моим процессором на тот момент как-то осознать эти труды ну я прям пол книги там прочитал что-то на несколько слов даже понял вот и потом потом я начал заниматься а я когда на рынке работал здоровье посадил очень сильно на морозе что мы работали на морозе на рынке там еще на выходе из рынка то есть это первая линия была и там прям ветер задувал туда и снег и все это минус 30 бывало минус 40 бывало а там еще я косметика это там вот эти лаки туши помадок все надо было вручку руками вот это сосчитать там 30 таких 20 таких в одессе таких не вот такие вот сардельки были вот пальцы и только в июне такие прям шрамы были вот они прямо пухали и только в июне приходили в порядок и вот там я узнал что такое почки что внутренние органы где они находятся прям прям прочувствовал все вот и да а там какие-то были непоправимые неправимый ущерб какой-то был короче а может обращался ну вот видишь все ради по краю поправился вот ну были ухо хронический поливрит у меня был то есть это воспаление легких такую острой фазе хронический поливрит когда спаивается внешняя и внутренняя поверхность легкого и они уже как бы там вроде не это это уже часть легкого не можешь использовать вот были там разные штуки были неприятные да я начал лечиться у врачей они мне там чем на арбате в крутой клинике там все 500 долларов только врачу там за лечение там и это и стало только хуже я еще есть вообще в глазах темнеть начал встаешь там чуть ли не падаешь был такое не очень приятное состояние ничего делать вот я начал искать вот просто тогда вот как раз интернет уже так более-менее так вошел в жизнь людей как-то уже такого все почти стали использовать и я начал искать альтернативные методы травки там колдунов бабок шаманов там зато все начал искать ходить маму куда-то повел и вот у меня вот в на сеансе одной целительстве случился контакт с очень высоким существом его называют к район вот я с ним познакомился и получил очень сильный вспышку духа такую во мне взорвался салют огромный с разноцветных красивых цветов и тогда я уверовал не то чтобы уверовала верить то я и так верил тогда я узнал что вот они что они со мной уже тоже как бы взаимодействует общается вот такая большая история как мы все может быть аудио и он же если я верно понимаю это вот дух который приходил к некоторым писателям которые которым он передавал книги путь домой например да ли кэрол из нашим да да ли кэрол это ну то есть к район из вот этих вот досоких существ вот один раз забыть медили все это это существо как он себя называет из магнетической службы магнитной службы что которое настраивает решетки магнитные решетки планет солнечных систем такая группа существ он как бы возглавляет эту группу скруга прилетели создали жизнь до посадили деревья потому что все проекты там ананас манго там дурианта петрушка это все проект это не просто так она не возникла так вот просто так не мог просто появится там какой-то там пшено там или еще что-то это все дали людям и об этом куча легенд предсказаний существует во всех культурах во всех религиях везде этого прям полно навалом и у инков это прямо кингом ездил они мне прямо рассказывали как прилетели боги солнца это все у них есть в истории во многих историях это все есть до нас планета была заселена много раз разные тут ребята цивилизации жили и были тут и войны и переворот там это все и вот краем как раз это тот который вот осуществлял переворот магнитных полюсов и полная перезагрузка уничтожения всей движухи то есть грубо говоря если на планете существа начинают полную анархию деструктив творить то по сути дела ну просто вот так вот переворачиваться песочные сброс настрой да и как бы начинается новый эксперимент и вот в этот раз двенадцатом году мы прошли успешно этот эксперимент просто необходимо некая критическая масса энергии любви на планете если ее нету то так как бы до свидания если она есть еще посмотрим вот они так полюса плывут но вот такого прям переворота нету а переворот этот был много раз и это даже научно подтверждается потому что ты говоришь про полюса про южный северный полюс до прихода и переворот планеты самой есть такой эффект шикарганяна космосе космосе запустили гайку с ушками такая гайка невесомости кинули она вот так летела крутилась через какое-то время она совершила так раз вокруг свойессе дальше полетел они такие его пони поняли расначали разные тела запускать и поняли что зависимости от массы в условиях невесомости разные тела через какое-то время совершает вот этот вот переворот и он цикличному происходит по сути дела скорее всего что вообще любое космическое тело на хоть момент про саму переворачиваться просто на это еще можно повлиять можно это остановить и можно это допустим оброт усугубить вот и вот есть геомантика такая наука сожалению почти все книги серьезные я находил книги а потом просто они исчезли я искал искала не нашел на старом компьютере не мне тоже пропали вместе со старым компьютером вот но я читал книгу в которой исследовались слои почвы и говорится о том что вот раз пять тысяч лет такой трэш случается где перемешиваться все виды там горная пустыня там все как-то трэш мамонтов находит до у которых трава еще там в животе не переварилась это мгновенное оледенение это конкретный канаклизм очень жесткий вот в общем с края нам мы познакомились вот и тогда я очень обрадовался сильно потому что к тому времени я уже стал очень хорошо чувствовать энергоинформационные вот эти поля людей там предметов то все находил сканировать это базовый экстрасенсорика тоже у меня курс есть по развитию сенсорики чувствительности потому что у меня сначала ничего не чувствовал вообще не алё то есть прям вот вообще вот и потом занимаюсь через только два-три месяца у меня начала появляться первой чувствительности начал чувствовать вообще энергию энергоцентра как-то вот постепенно 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 это развился вот соса вот люди твои студенты ученики какая вот самая быстрая скорость была ученика с который ты встречался то есть вот ты дал он сразу принял использовал понял увидел почувствовал забрал вот сейчас у меня вот допустим цигун онлайн идет каждый не каждый месяц и почти как вместе набираю на онлайн группу там 12 занятий по два часа мы в течение месяца считает когда ты сам видишь про я веду в онлайне до живую все я веду группу там 100 200 300 человек и мы все занимаемся в одно и то же время это очень сильно слушая вот в чем разница расскажи сразу между в живую вести ты мог бы это записать да по сути сделать это потом записывается это потом кто не успевает вживую они по записи занималась сравнил так вот в живую ну через интернет не приезжают к тебе на банк да 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 вообще залена и запись один монитор или накра в чем раньше нож я сначала был против онлайн занятий вообще ну корона вот эта эпоха короны да на как бы вот перевела в онлайн я очень рад теперь я обратно не хочу возвращаться потому что по сути дела то же самое из за что я не могу проконтролировать там стойку поправить какие-то моменты что я не вижу студента вот вот ну я даю такие простые вещи которые максимально простые и плюс цигун он весь естественный там как бы сложно потому что вот в йоге опасной там чуть-чуть не так стоит как бы там пяточка там или что-то и можно повредить структуру перетянуть связки там то далее цигун я такие простые такие базовые вещи с нам даю очень подробно объясняю технику безопасности про то как может отреагировать организм и к чему прислушиваться чтобы не навредить себе я прям специально этому деляю большое внимание вот ну в течение месяца люди пишут о колоссальных результатов что вообще поменялось состояние здоровья болячки проходят у некоторых прям очень сильно за один за один месяц это прям очень радостно что такие письма иногда приходят прям горят станислав там вообще я говорю да я чем что чувствуешь поле чувствую что на своем месте что делаю нужное дело что все классно что мне это помогает самому дальше практиковать развиваться вот посмотри у меня вопрос был в чем вот можно записать же практики все эти и просто отдать людям как ты не делаешь гроза бывает либо это вести в живую вот ты как энергетически ощущаешь в чем разница между тем когда собираются вот 300 человек зашли в онлайн сейчас или просто каждое в свое время в своем часов поясе посмотри мне сейчас стал экспериментировать с путешествием в созданный нами же ну мной созданный храм в пятом измерении я создаю храм приглашает до людей мы там медитируем месте это очень-очень сильно то есть прям с групповое поле когда мы в одно время встречаемся в едином намерении устремленным и своим сознанием соединяемся потому что физическом мире есть определенные пространственные временные характеристики нам здесь нужно там встретиться чтобы пообщаться на тонком плане при определенном уровне развития и совсем другие пространство временные характеристики достаточно просто сознанием настроиться друг на друга для того чтобы произошло взаимодействие но ему и так это мы чувствуем иногда да там чем сам с ребенком случается мама то начинает звонить сыночек ты чё там забухал ну-ка давай домой там да ну вот близкие люди особенно чувствуют друг друга что-то творится что есть связи вот тут мы осознанно создаем эту связь и я раздаю вай фай прошу тоже подключаясь к высшим миром стараюсь на приглашаю наставник учителей хранители рода там раз существ вот тех кого знаю тех кого еще не знаю хороших и это очень сильно работает в групповом поле но при записи такой записи тоже кстати вот для меня пока еще не до конца этот вопрос изучен не могу однозначно ответить потому что некоторые говорят что и в записи тоже офигенный эффект чувствует вот именно вот именно вот эти онлайн занятия в записи вот уж есть видеокурсов записи просто видеокурсах я какой-то отдельный комплекс раскрываю полностью а в онлайн занятиях это микс это такая солянка собранная где и разминка это 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 практика на каждый день и она причем разная постоянно она в потоке а последнее время бывает так что я поздоровался с людьми онлайн сонастроился на поле и просто спрашиваю что сегодня дать и само тело начинает что-то разговаривать там давать я прям наблюдают это происходит так круто вот я понимаю через два часа что такой практики никогда и не было вообще поэтому я назвал свою школу галактику так галактику галактику то есть это уже вышло за пределы цигун классического давно что я там использую и работу с родом работу с защитами работаю различных ченнеллеров плеядянскую световую работу там и так далее так далее то есть я считаю что знание должно жить и развиваться она не должна стоять на месте не должно повторяться одинаково из поколения в поколение как в том анекдоте знаешь когда пришел послушник в монастырь вот устроился все ему дали переписывать священные тексты он переписывал переписывал нашел ошибку в тексте подходит к настоятель говорит скажите говорит а мы с оригинала переписываем или друг за другом настоятель пропал на несколько дней все его искали не могли найти потом спускается в подвал а он сидит и плачет рыдает над огромным фолиантом первоисточником ему говорят что случилось там привели его в чувство начнулся говорит вы представляете здесь написано celebrate что означает возрадуйся мы одну букву упустили и получился целебат что означает воздержание вот так традиция если в традицию один мудак попался и сказал что вот вот это хорошо там вы какой-то фигню какой туда засунул свою до себя тену или какие-нибудь бесы про пролезли в традицию и потом все повторяют и говорят что в эту традицию надо держать на нахрен не одержать ада осизм он как бы вырос на том что настоятельным храма монастыря становился тот кто побеждал в конкурсе в номинации по каллиграфии написание священных символов текстов значит есть понимание о чем это вся движуха и он это сложный иероглиф этом его не так просто нарисовать 20-30 нужно за корючек поставить в определенной последовательности то есть это конкурс прям тонкая работа потом в боевых искусствах и в медицине в умении врачевать и знание растений трав как лечить вот тот кто побеждал в этих трех номинациях то становился настоятелем хранителем традиции вот тогда традиция как бы улучшается да то есть и становится достоянием лучше лучших и лучшие преподают тогда хорошо когда это там какая-то традиция то она может очень так боком выйти поэтому у меня есть ты считаешь что рамок придерживаться не стоит лучше находиться в моменте чувствовать сейчас есть какие-то фундаментальные вещи конечно которые ценные которые стоит изучать и и как опора как фундамент как и любое творчество она рождается на том что ты сначала изучаешь аккорды гаммы там какие-то все равно какие-то вещи простые нужно освоить чтобы потом уже творить что-то дальше ну что так вот прям взять гитару и сразу вот заиграть ну я таких не встречал товарищи все равно нужно тренироваться на том что уже есть на опыте предыдущих поколений вот но потом надо дальше двигаться не тормозить и не играть одно и то же по тысячу раз надо искать более совершенные красивые оттенки мелодии там тогда давай про храм музыки про храм музыки на ну что это такое вообще откуда эти идея пришла сделать храм музыки пришла идея свыше опять-таки том что нужно на планете земля построить храма музыки 108 храмов 108 храмов музыки даже построить не то что я хочу просто сказать что нужно построить и в определенной форме эти храмы должны быть вот с определенной сакральной геометрии встроенной в эти храмы то есть меня уже есть прям схема как это должно все работать вот с каких форм пока просто не хочу раскрывать это все потому что это опять может попасть непонятно в какие руки ну что этим проектом который я в принципе приглашаю тех у кого чистое сердце у тех у кого есть ресурсы вот я думаю что первый храм музыки мы будем на бале здесь строить вот у меня даже уже зарегистрированную компании она называется international music temple официальная компания вот я хочу под это делать храм музыки в котором будет обучение музыки именно аутентичной древней этой музыки которая работает та которая настоящая то которая идет сверху от духа я хочу собирать музыкантов со всего мира что часто музыканты кстати крутые музыканты есть достаточно бедный народ хочется ним как-то помочь на ноги больше вставать и кормить свои семьи и заниматься любимым делом потому что иногда музыкантам приходится заниматься другой работы то есть я в какой-то момент почувствовал себе возможность продюсировать то есть я сейчас тоже начал потихоньку заниматься продюсированием помогать людям создавать видеокурсы там тогда сейчас курс по зрению пишет он с одним человеком с другим человеком курс по питанию там тогда помогают друзьям ребятам в ком чувствует свет духа в коту вот его даешь им свою энергию ну помогаю да как-то встать на ноги тоже то внутри мне это очень приятно вообще служение это самая высшая форма жизни служение обществу служение людям и про себя тоже не надо забывать потому что некоторые совсем отдаются и сами разрушаются начинают истощаться то есть я за энергообмен за наполнение вот и храм музыки это будет такие точки места где будет рождаться священная музыка духовно красивая сильная и за счет определенной правильной геометрии пространство будет на огромное еще расстояние потому что звук проходит не только в слышимом спектре а гораздо дальше поэтому очень круто петь священные тексты мантры вот эти молитвы это все очень-очень круто это все работает вот но если будет еще и определенным образом кристаллы будут выстроены определенные кристаллы определенный материал с которого суммы и самое главное сама геометрия пока не хочу раскрывать все эти секреты попозже позже будет проект увидим тогда